У нас сегодня две темы. Первая тема, что может сделать церковь для своих пожилых членов. И второе, хороший конец жизни. Итак, первая тема. Когда я читаю лекции в университете своем или где-то еще по этой теме для молодежи, то они мне, значит, на мой вопрос, что может сделать церковь для пожилых членов, они мне бодро отвечают. Мы им споем, мы им станцуем, мы им чай сделаем. Весь набор обслуг для пожилых людей. Вот. Но задача церковь, церковь иная. Это семья, это тело Христова. И там нету пенсионеров, как вы знаете. Там все трудятся. Вы знаете, что в идеале в церкви не должно быть прихожан. там должны быть все на труде. Большом или маленьком, по силам, по возможностям. Это имеет огромное значение. И у меня есть такая интересная разработка. Это сделал... Вот, кстати, Андрей, вас интересовала хорошая психология. Вот сейчас буду говорить про хорошую психологию. Изучали возможности и способности пожилых людей, в частности, в вопросах обучения. Я на первое место это ставлю. Потому что вы знаете ли, вот, например, позвонить и узнать, как человек себя чувствует или больного навестить, это мы уже говорили. А речь идет, как пожилому человеку жить нормальной жизнью в церкви полноценным членом до самой кончины. Вот. И оказывается, вот здесь роль психологии в ее собственном назначении. Изучить этот вопрос. Как пожилой человек, как он может запоминать, вспоминать, как он может прочитать и рассказать, как он может самостоятельно мыслить. И вот здесь, смотрите, как нам славно вчера говорилось, когда мы в группе обсуждали вопросы. Как у каждого, я уверена, что и половину не сказано было того, что можно было сказать. Вы понимаете ли, и это была радость, и это было обогащение взаимное. И это можно делать с любым пожилым контингентом. Обсуждать какие-то библейские вопросы, которые бездонные, которые приводят к прославлению Бога. Когда мы вчера обсуждали вот эти вопросы, это было так интересно. И причины долголетия, и особенности пожилого возраста. И каждый мог из своей жизни много рассказать. Я вам говорила, что вот в Перми там были группы по разным возрастам разделены. Я пошла в пожилую группу, и какое наслаждение там имела. Это была глубокая беседа мудрых людей с великим уважением друг к другу, с большим интересом к тому, что другой говорит. Дополнение своего опыта. Вы понимаете ли, это очень важно, вот это общение иметь. Почему эти бабушки сидят у ворот и у калиток, и говорят там про болезни. Вы понимаете, нужно поговорить. Нужно что-то про себя рассказать. Желательно что-то послушать от такого же пожилого человека, как ты. Но темы нету, проблемы нету. Или кого-то осуждать, или говорить про болезни. Понимаете как? А здесь такая вдохновляющая тема. Мы все на подъеме вышли после этого обсуждения. Это наглядный вам пример. Вот такие обсуждения организовывать и делать. Можно и с чаем. Можно и с желанием молодёры что-то спеть. Или что-то там изобразить. Это тоже может быть на своём месте. Так вот, какие... Такая цитата интересная есть. Один западный автор говорит. Старость – это не проблема, которую надо решать. А это часть жизни, которую надо вкусить. Часть жизни, которую надо вкусить. И кто такие пожилые люди? Есть мнение, что все они одинаковые, меняться они не могут, и ничему новому нельзя научить. Это совершенно такие стереотипные мнения, это ложные. В реальности пожилые люди все и уникальны, и в чём-то похожи. Они могут изменяться, и исправляться, и могут познавать, и это необходимо для них. У них есть... Библия говорит, что у пожилых людей есть физические ограничения, но они приобрели мудрость и понимание. Вы знаете, есть дивный образ очень пожилого человека в Библии, которого мы не затрагивали, не упоминали даже о нём. Это его история, это «Второе царство», «Второе царство», «Второе царство», «Девятнадцать». Так, это помните такое имя? Верзелий Галаадинянин. Он был очень стар, лет восьмидесяти. Когда Давид должен был бежать из Иерусалима, потому что его сын восстал против него, и в страшном горе он покинул этот город, да ещё там негодный человек такой, семей, бросал в него там грязь и камни, и злословил его, и Давид говорил, оставьте его. То есть он принимал, что он всё это заслужил, как бы. И вот написано про этого Верзелия. Верзелий же был очень стар, лет восьмидесяти. Он продовольствовал царя в пребывании его, когда он бежал в Маханаиме, потому что был человек богатый. И Давид захотел его отблагодарить. Верзелий. И сказал царь Верзелию, иди со мною, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме. Ну, то есть ты будешь в моём царском дворе жить. Я хочу отблагодарить тебя. А, на Верзелию отвечал царю, долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царём в Иерусалим? Мне теперь восемьдесят лет. Развлечу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? Буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же, рабу твоему, быть в тягость, господину моему царю? Ещё немного пройдёт раб твой с царём Заярдам. Зачто же царю награждать меня такой милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своём городе около гроба отца моего и матери моей. Но вот, раб мой, раб твой, сын мой, Кимгам, пусть пойдёт с господином моим царём, и поступи с ним, как тебе угодно. Меня так это трогает? Я, ну, сын у меня, сын у меня есть. Вот, и сказал царь, пусть идёт со мной Кимгам, и я сделаю для него, что тебе угодно. И всё, чего бы ни пожелал ты от меня, я сделаю для тебя. Друзья, я в связи с чем это говорю? Я говорю о том, что мудрость у пожилых есть и понимание. Здесь очень много выражено и мудрости, и понимания. И это чудесное качество. Он не хочет быть в тягость господину своему. Пожилые люди не хотят быть никому в тягость, ни детям своим. Вы понимаете ли, вот как-то почему-то нету такого чувства, ну-ка, ты тебе должен. Я тебя выхаживал, я за тобой ходил, теперь вот ты. Это все, да, Марина Сергеевна, как верующие, так и неверующие, да, старики? Я хочу сказать, что хорошо, когда нету такого, а когда желание не быть в тягость. Это плохо, да? Это хорошо. По-моему, это очень естественно. Это, я думаю, что все нормальные. Да. Я много имела общения с пожилыми людьми, у них было одно желание, на своих ногах. А есть желание, когда в юности бросают детей своих, а когда выходят на пенсию, судятся, чтобы они их докарбивали. Такое было. Да, тоже такое, да. У пожилых людей есть желание, чтобы самому, с помощью, да? А у молодых, вот, допустим, желание, если, как вот относиться, если у молодого желание, там, ну, помогать, там, все, вот, ну, быть рядом, в общем, со своими. Саша, ты понимаешь, в чем дело? У молодых должно быть такое желание. И посторонние люди должны сказать, для тебя родители столько потрудились, теперь ты потрудись. Но это должны говорить либо сами дети, либо кто-то им должен говорить. Я хочу эту мысль сказать вам. Естественное желание человека не быть в тягости. Это хорошее желание. Это может не получиться, потому что есть родители, которые лежимя лежат. Вот. Но желание такое, просто сколько-то я не общалась с пожилыми людьми, у них было одно желание, чтобы мне умереть на своих ногах, чтобы я до конца мог себя обслуживать, чтобы я не был в тягость в обременении своим детям. Вот. Я... И в то же время, это естественно, что за беспомощным ребенком ухаживают родители, за беспомощными родителями ухаживают дети. Вы понимаете? Значит, я просто говорю, что родителям очень трудно сказать самому ребенку. Теперь ты вот мне отдавай. Когда я начинаю читать курс геронтологии для молодых, я приношу деньги им и всем даю по десятке. И говорю, это вам не на хлеб и не на мороженое, это на милостыню. Найдите просящих милостыню, дайте ему эту десятку и спросите его, почему он просит. И второй вопрос – где ваши дети? Речь идет о неверующих. И задача этого такого опыта, чтобы они наглядно увидали, что происходит, когда человек не уповает на Бога, и что произошло с ним. И говорю, а потом скажите ему, что есть Бог, и что вы будете молиться за Него. А когда вернетесь домой, в самом деле помолитесь. Ну, то есть, такое задание у меня было. И потом я им, когда они все мне рассказали, и рассказать надо было в классе. И, понимаете ли, я верю, что вот одно такое сделанное дело, и эта беседа, должно иметь многие последствия. Они кому-то расскажут, что вот такая была встреча. Вот так ему сказали. Да еще необычно, да еще обещали помолиться. Да еще потом я не знаю, как Господь ответит на эту молитву. Может, он услышит эту нужду, о которой молились. Понимаете меня, да? То есть это... А потом еще в Марии все эти рассказы. В театре. Другое задание у меня было. А теперь пойдите в церковь, найдите там старых людей с той же пенсией, с теми же детьми, с теми же все, и их спросите, почему они не просят милостыню. Вы понимаете, наглядно, чтобы это было, чтобы моя молодежь наглядно это видела. Ну, все рассказы были одни и те же, что пенсия маленькая, и дети не помогают никто ничего. Другие рассказывали, что ты милая, я на детей-то и собираю. И такие глубокие язвы обнаруживали, что вот остался и один, осталась одна. Какой урок для молодежи? Да. Для самой, которая... Да, да, да. Поэтому это у меня очень хорошо проходит этот эксперимент. Видеосеминария ТВС благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Так вот, с Верзелием мы видим, что он не хочет обременять царя. Он хочет и с последним ему служить. Он его продовольствовал, когда он без никого, без ничего покинул Иерусалим и никаких распоряжений не дал там, как прообоз свой. Нужно было кормить. Людей, которые с ним пошли. И Верзелием вот его продовольствовал. И царь захотел его отблагодарить. И вот этот ответ был очень мудрый. Ответ был скротостью, с пониманием того, что мне уже столько лет. Я уже, вкуса у меня, слуха у меня, вот наслаждаться там пением или какими-то вкусными, вкусной пищей, у меня уже нет этого. Но, и вот он желание сердца высказал о сыне своем. Вы понимаете, как родительское сердце? Сын у меня есть. Интонация даже вся меняется. Ну, и царь это все воспринял. Так вот, здесь физические ограничения выражены здесь, наглядно. пожилые люди, но они приобрели мудрость и понимание. И еще Библия говорит о том, об этом мы тоже говорили, нет отставки от христианского служения, нет отставки от духовной зрелости и ответственной христианской жизни. На пенсию от этого не уходят. Это все остается в церкви. Мы с вами говорили про Анну-пророчицу, про ее удивительное служение в Иерусалиме. Это служение, которое открыто любому пожилому человеку. И у нас в церкви есть такие люди. Они всегда в церкви. Они всегда готовы откликнуться на помощь, на зов о помощи, всегда готовы дать совет. Вы знаете ли, в большой церкви это не так видно, а в маленькой церкви, например, в Выборге, там совершенно удивительные старики. Знаете, какое у них служение? Они вот так принимают каждого новопришедшего и каждого молодого. Понимаете как? У них нет досады на молодость, а у них есть вот такое вот. Иди сюда, сыночек, иди сюда, доченька, посиди со мной рядышком. Как я рада, что ты пришел, сегодня пришла. Вы понимаете ли, в этой церкви тепло. Там пожилые не смотрят косо, что ты не так вошел, не так сел, не так одет, не так говоришь, не того вида. Вы понимаете ли, сколько есть возможностей у старых послужить. Здесь я имею в виду и молодых, и новопришедших. Новопришедших. Сел рядом с ним, вот все поют, а он слов не знает, а ты ему сборник предлагаешь. Вот, милые, вот возьми у меня. Понимаете ли, чтобы не было одиноких. Нельзя, чтобы были одинокие в церкви. Когда я собирала свою первую женскую группу для изучения Библии, то оказалась рядом с одной молодой женщиной и пригласила ее. И она заплакала. Я, говорит, шесть лет в церкви, ко мне никто ни разу не подошел, не обратился. Но это такая особенность, когда большие церкви, тут можно потеряться. И она пришла на первое занятие. Счастливая, что она может наконец вопросы задать. Ее мучили вопросы, ей некому было задать вопросы. Знаете, какой она вопрос задала? Как только сидите, не падайте. Она вопрос, который ее глубочайше мучил, духовно. Она засолила десять банок огурцов, и они у нее все лопнули. Что это знак? Вы поняли? То ли кончина, то ли семья погибнет, то ли дом там рухнет. Я говорю, соль мало положила. Вы понимаете ли, у нас начался большой разговор. Как Бог с нами говорит, как Он через слово говорит, что мы будем это слово изучать. Но ведь в вашем прекрасном городе все живут вот этими предрассудками, нет, знаками, приметами. Когда я ездила на трамвайчике, такой долгий трамвайчик у вас, второй есть номер, вот, то сколько там сцен я видела, значит, одна женщина там, что-то у нее тут какие-то были, что-то вскочило на губе, и пожилая женщина говорит, ты же водичку возьми эту. Да чтобы она была действеннее, ты ее дома через ручку дверь пропусти несколько раз, чтобы действеннее была. И у тебя все пройдет. А то будешь ходить такой безбожницей, еще сильнее Бог накажет. Ну, все поняли, да? Ну, это сколько таких примес, сколько так людей живут вот такими понятиями. Значит, перед реформацией было движение мистиков. Это было великое дело тогда, я был в мистике в хорошем смысле, то есть люди, которые обнаружили, что помимо церковной иерархии можно напрямую обращаться к Богу. Это была предпосылка реформации, это великое открытие, потому что заложена мина, можно сказать, под всю католическую церковь, что, оказывается, можно напрямую говорить. И такой был знаменитый мейстер Экхарт. Мне давали его труды в свое время почитать, как обычно, на ночь дряхлую какую-нибудь ветхую книгу. А сейчас я купила мейстер Экхарт, его проповеди. У него удивительно глубокие наблюдения и замечания. Мы, конечно, в сторону идем, если я буду их рассказывать. У него очень много. У него, говорит, зло – это путь обособленного человека. Мы с вами когда говорили про старость, общительность должна быть. И вот зло – это поведение обособленного человека, отделенного от всех, закрывшегося от всех. Вот. И он говорил еще, большое страдание сокращает путь к Богу. тоже очень правильно. Потому что, если бы у меня, я тоже подумала, я бы еще сто лет шла к Богу, если бы не было большого страдания, которое привело к нему. И вот такие наблюдения. И в частности, вот про эти знаки. Он говорил, что события нашей жизни, надо к ним быть внимательными, потому что как-то он так-то интересно выразился, я дословно не смогу вспомнить. Но что происходящее с нами внешне выражает нам, нам дает понять наше внутреннее состояние. Я это поняла таким образом. Вы знаете, что если вы встали утром, кастрюля на вас падает, а порог вы спотыкаетесь, ну, понимаете, это что? Это не в порядке твой внутренний мир. И у тебя раздраженные слова вылетают, и ты там на что-то, понимаете ли, все, останови. Просто неправильно положил кастрюлю, что она взяла и упала. Вот. Ты успокойся, попроси прощения у Господа. Я помолись. Помолись и начни заново спокойный путь нормального шествия твоего. То есть события внешней жизни раскрывает нам наш внутренний мир. Вот. Вот это знаки. Спасибо. Так вот, теперь Библия еще что говорит? Библия говорит о том, что надо оказывать честь и уважение пожилым людям и любить их. Это сказано «вставай перед сединой». Вы знаете, такие слова. «Вставай перед судьбой». Когда мне девочки говорят, мы споем, мы станцуем, мы там чай приготовим, я всегда отвечала, для начала вы хотя бы здоровайтесь с пожилыми. понимаете? Они бегут своим сверстником в компании, а пришел ли он или не пришел ли он или она, или так все это интересно, какие события в их жизни. Они не замечают. Мы как проходящие тени. Понимаете? Меня не могут знать, потому что где-то я что-то им рассказывала, читала, экскурсии водила. Понимаете? А так не замечают просто, как мимо пустого места проходят. Честь и уважение пожилым людям это великая вещь. Это культура. Это культура. И знаете, мы сейчас получаем такое научение от мусульманского мира, потому что у них там это честь и уважение и к пожилым в высшей степени развито. я ехала в электричке, было большое семейство, и мама не справлялась с детьми. Но там был дедушка бородатый. У него была такая палка, вроде как вот у меня. И как он этой палкой стукнул и что-то сказал бур-бур-бур-бур-бур. И все дети как птички на насесте все сели, все успокоились. Вот понимаете? Старец сказал, попробуй не слушаться. поэтому это библейский взгляд. Честь и уважение пожилым людям. Почему честь? Мне кто-то говорил, а может это человек какой плохой, может он плохую жизнь прожил, чего я буду ему честь. не на этот фактор надо смотреть. Не на это, как он прожил, а фактор то, что он старый. Он пережил то и то. У меня можно, да? Да-да. У меня вот такая борьба тоже была в этом плане. То есть я знаю этого человека, я знаю, как она жила, гуляла там, пила и воровала и тому подобное. Но я понял, что Бог, то есть Бог меня вразумил, он мне объяснил, что я должен смотреть на нее не как на личность, а как просто на старого человека. Как на старого пожилого человека. И уважать должен ее года, лета. То есть это моя потребность. Это прежде всего это мне нужно, чтобы я стал порядочным, культурным человеком. Да, да. А нельзя ли так сказать? И до нее это тоже должно произойти? Безусловно. Я тоже так думаю. За нее же тоже Христос умер. И за нее тоже в том числе. Да. Тоже такая мысль. Кто она? Хорошо. Вот. Поэтому и нужно еще следующий шаг. Любить их. Как это любить, когда мне не любится? Знаете ли, нам велено любить ближнего. Любить Бога, любить ближнего. Ближние разные бывают. Наше, в принципе, расположение к ним должно быть любовное. Мы пели вчера такой гимн, что Господь с любовью принимает всех. И всех, кто кричит. И против него кричит. Но они тоже могут прийти. И тоже будут приняты. Ну, расположение. к ним. И вы знаете ли еще, ведь старые люди, но они же немощные люди уже. По-моему, где-то я записывала молитву старого человека, что будьте милосердны, будьте снисходительны, но не замечайте, когда рука дрожит и чай пролился. Не обращайте внимания. я найду такая цитата, у меня тоже выписана из книги, обращение к молодым, что учитывайте, что мы не можем так двигаться свободно, у нас может что-то пролиться, что-то разбиться, можем что-то забыть, память уже не та и быть к этому снисходительным. Еще Библия о старости. Призывайте пожилых быть хорошим примером и расти в Господе. Поговорите со старыми так, что на вас смотрит церковь, на вас смотрят молодые. Вы пример для молодых. А с кого еще брать пример? Вы понимаете, когда сказано, что тело Христово, это очень много сказано. Мы не видим Христа, но мы видим христиан. И в общем-то христиане должны являть собой Христа. А мы письмо его. Письмо. Христово. Ну и потом еще согласно Библии мы обязаны помогать удрученным, больным, слабым и бедным. И чаще всего это пожилые люди. Мы вообще призваны помогать таковым. Библии Субтитры создавал DimaTorzok